В дискуссионном клубе на самом деле на остроте, потому что обсуждаются тонкие моменты и очень на высоком уровне, и GPT-час тоже очень интересный, к нему сейчас вернусь. Хотелось бы начать сказать о том, что эра гормонотерапии при раке молочной железы, наверное, началась с удаления яичников, как хирургического, а потом уже появление препарата тамоксифиона в 1962 году, как не для лечения рака молочной железы, а для контрацепции. И в будущем, уже в 1966-м, зарегистрированная компания Астрозенеки для лечения рака молочной железы открыла нам терапию, таблицу лечения рака молочной железы. Поговорим, что должно быть для конкретного пациента, обсуждение данной темы всеобъемлюще и может быть продолжено часами, что сейчас и делается. Если мы говорим о... в целом, в общем, раньше к этим пациентам подходили едино, имеются пациенты, дают химиотерапию, это общая масса. Потом было переосмысление, подбирались новые препараты, развивалась лекарственная терапия, подошли уже более-более средней группе пациентов и появилась таргетная терапия. И сейчас начинается подход уже о том, что он должен быть индивидуализированным. Подходом к каждой пациентке, мультидисциплинарная конессия в обсуждении должна решать и подбирать терапию индивидуальную именно для этого пациента. Что же помогает в практике нам в настоящее время? Ну, наверное, уже в каждом онкодиспансере Российской Федерации, я надеюсь, потому что иногда все-таки ездишь в другие города и удивляешься тому, что иногда иммуногистохимию не делают и направляют в другие центры. Опираемся мы на биомаркеры иммуногистохимии, это эстрогены прогестерона, потом рецепторы HR-статус, КИ-67, ПДЛ, которые уже определяются, все в рутинной практике. Также нельзя забывать о других биомаркерах, влияющих на выборы прогноза лечения терапии, это БРСЕ мутированные пациенты, это около 6% даже в группе HR-негативного рака молочной железы. Поэтому целесообразный скрининг всех больных с наличием рака молочной железы, ПДЛ-анализ и наличие ПИ-3К мутации. Не надо забывать, что даже единожды выполнив данную мутацию на фоне продолжающейся эндокринно-гормонотерапии, необходимо повторить ее вновь, потому что она может вновь возникнуть. Из-за огромного количества препаратов на сегодняшний день мы уже имеем возможность дискутировать, выбирать и обсуждать, что лучше для конкретного пациента. Разумеется, в настоящее время для метастатических больных, если не имеется вестерального криза, как уже говорилось многократно ранее, это комбинация препаратов, в основном ингибиторов роматазы плюс CDK-4. В зависимости от сопутствующих патологий, либо каких-то конкретных индивидуальных примеров, эта терапия может быть индивидуально подобрана. Если мы говорим о точках воздействия на гормоноположительный рак молочной железы, разумеется, это первые ингибиторы роматазы, блокирующие пути самого образования эстрогена. СЕРТ – это фулвистран, который в комбинации с эстрогеном приводит к деградации данных рецепторов. Это моксифен, который конкурентно связывается с эстрогенными рецептами и действует как агонисты. И все отлично и хорошо, если бы не было такой проблемы, как привыкание на фоне и резистентность гормонотерапии. Самая эффективная терапия на первых линиях, на второй линии она уменьшается, третья еще меньше, и к четвертой линии может снижаться до 16%. Откуда же появляется эта резистентность гормонотерапии? Причины две – это либо мутации, либо аберративные сигналы, которые все приводят к активации пути PI3K, АКТ, ПТН, мутации, которые в будущем влияют на чувствительность гормонотерапии. Как же мы можем повлиять на данную проблему? Такой препарат, как Капиосертиб, появившийся вновь, он позволяет ингибировать путь АКТ и повышает чувствительность гормонотерапии путем воздействия на внутриклеточный путь данный. Цель применения Капиосертиба – увеличение времени до прогрессирования и повышение чувствительности гормонотерапии у пациентов на второй линии терапии с гормоноположительным раком молочной железы. Как все это предшествовало, исследование второй фазы FACTION предемонстрирует преимущество комбинации Капиосертиб плюс фуллистрант и было предложено проведение подтверждающего исследование третьей фазы популяции из пациентов без или с генетической альтерацией. Было проведено исследование Капитела 291. Дизайном исследовании, как уже говорили ранее, было два рукава, в которых пациенты после второй, двух линий предшествующей гормонотерапии, либо прогрессирования на фоне химиотерапии, разделялись на получение препарата Капиосертиб плюс фуллистрант, либо фуллистрант в монорежиме плюс плацебо. Первичные и конечные точки общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования в группе пациентов, которые получали Капиосертиб с фуллистрантом, были значительно выше. При зрелости 28% анализа на сегодняшний день поступают новые данные, они в дальнейшем также анализируются. И это говорит о том, что комбинация Капиосертиба с фуллистрантом показана значимым преимуществом перед фуллистрантом в монорежиме. Нежелательными явлениями были в основном диарея, сыпь, гипергликемия, стоматиты. К счастью, все эти нежелательные явления оккупировались, профиль нежелательных явлений был контролируемым. И пациенты могли получать в дальнейшей терапии, если это не приводило к какому-то прогрессированию. Выводы данного исследования, это комбинация Капиосертиба плюс фуллистрант, потенциально может стать вариантом лечения пациентов с HR-позитивным раком молочной железы. Гормон позитивный, HR-негативным, либо позитивным раком молочной железы на фоне прогрессирования заболевания после гормонотерапии, как с CDK-4 ингибитором, либо без них, если было какое-то противопоказание их назначения. Обратимся к дальнейшей точке воздействия, это HR-статус. Мы много говорим о HR-позитивном раке молочной железы, как его лечить, способы первая линия, вторая линия, сейчас будем скоро говорить о третьей линии назначения и стандартов. Но, к счастью, был найден способ воздействия на так огромную категорию больных, составляющую около 65% от всех раков молочной железы, так называемых пациентов с HR-2 low-статусом. В исследовании БРЕСТ-06 было продемонстрировано, что пациенты рандомизировались на два крыла, получающие препарат ТРАСЗУМАБДРЕТОТИКАН ТДХ, либо препараты по выбору врача, терапию, химиотерапию. И проанализированы эти результаты. Продемонстрировался механизм действия ТДХ. И помимо непосредственного цитотоксического эффекта, когда сам препарат проникает в клетку, был документирован и проанализирован такой эффект, как эффект свидетеля. Когда помимо гибнущей клетки, в которую попадает непосредственно молекула, гибнет еще соседняя клетка, что значительно увеличивает эффективность данного препарата. В выживаемости без прогрессирования, так и в общей выживаемости препараты значительно показали выше свою эффективность в группе больных, которые получали лечение препаратом ТДХ. Результатами данного исследования говорят о том, что более длительное наблюдение в исследовании также подкрепляет целесообразность применения препаратов в качестве нового стандартного лечения после химиотерапии, как первой линии, так и у пациентов с низкой экспрессией HR2 статусом. Второй точкой, более нового для всех, на самом деле, точкой воздействия, это экспрессия ПТОР-2, белка, находящаяся на мембране, который высоко экспрессирован при раке молочной железы и составляет около 62% у всех пациентов, болеющих раком молочной железы. Применили новую молекулу ДАТА-ТДХ. Если мы сравним с препаратом тросозумаб-дерутикан, мы видим, что различие в первую очередь в количестве цитоцитатического агента, доставляемого в клетку. При препарате ДХ мы видим 8 цитоцитатических агентов, при препарате ДАТА-ТДХ 4. И разгромняются точки воздействия. В первом случае это HR2 рецептор, во втором случае уже троп-2 белок. Исследование, которое показало эффективность данного препарата, это тропиан-брестадин. Дизайн исследования был похож, как и при исследовании препарата тросозумаб-дерутикан. Рандомизировалось два крыла. В первом пациенты получали препарат ДАТА-ТДХ, во втором химиотерапию по выбору лечащего врача. Выживаемость без прогрессирования. Согласно первичной конечной точке, уже мы видим, наблюдаем то, что пациенты в группе, получающей препараты ДАТА-ТДХ, выигрывают. На сегодняшний день это промежуточный анализ и оценивать общую выживаемость еще рано. Данные незрелые, но наблюдается уже тенденция в пользу ДАТА-ДХ относительно пациентов, получающих химиотерапию по группе выбора лечащего врача. Если говорить о нежелательных явлениях, разумеется, они тоже наблюдаются, как у всех цитостатиков. В группе нежелательных явлений особого интереса обращают на себя внимание. Различные стоматиды, сухость слизистых, таких как сухость глаз, либо проявление инстеральной болезни легких. Но, к счастью, тоже во время прохождения данной терапии пациентам была подобрана необходимая сопутствующая терапия, позволяющая снизить токсическое явление препарата. Вернемся к рекомендациям Минздрава 2021 года. Они уже обсуждались, проговаривались. Мы говорим о том, что у нас есть пациенты, которым необходимо давать гормонотерапию, либо химиотерапию, в зависимости от индивидуального статуса, метастатического распространения. Сейчас, разумеется, обсуждается, что в первых линиях целесообразно давать эндокринотерапию в комбинации с CDK4 ингибиторами. Но при прогрессировании, заменам, в зависимости от необходимости ситуации и мутации, которая имеется. Но, если мы говорим о международных рекомендациях, то, что обсуждалось на НССН в 2023 году, предпочтительными режимами, помимо этого, становится уже возможность рассмотрения препарата тростезумабдеротикан для больных, с получающих как минимум одну линию химиотерапии, если у них наблюдалось HR-лоу. То есть, гормон HR-2 статус был чувствительный к данному препарату. Если обсуждать рекомендации ЭСМА 2023 года, то мы также рады увидеть похожую схему, потому что у нас, помимо уже множества, множества имеющих препаратов, добавилась возможность как-то варьировать между гормонной терапией, химиотерапией и как-то посредине появилась возможность этой таргетной терапии. Что очень приятно, особенно в случае, если у нас появляется нечувствительность к эндокринотерапии. По поводу GPT-чата, либо искусственного интеллекта, я, когда начал пробовать задавать ему вопросы, обсуждать, затянуло меня это на самом деле. Мы боролись с ним минут 30, потом чат. Мы сначала зал спросим наш, прежде чем мы будем спрашивать. Разумеется, да. И он действительно обучается. Если поначалу задаешь вопрос, немножко как-то обобщенно говорит, потом ты ему говоришь о том, что здесь, здесь должно быть так, в другом месте должно быть по-другому, и он обучается. И он тебе в следующий раз выдает правильный. Первый мой вопрос, как правильно приготовить пиццу, он его замечательную рекомендацию выдал. Но относительно тех, скажем, как помощника, я хотел бы задать такой вопрос. Какой препарат влияет на клетку через троп до... Запутал, ИЕ запутал. Разумеется, ответ все очень внимательно слушают. Спасибо огромное. Не все знают. Чат GPT отметил таким образом, после его обучения, нескольких способов. Важно отметить, что искусственный интеллект несет исключительно дискуссионный характер. И на сегодняшний день является как предмет обучения, как и действительно раньше были компьютеры. Я, наверное, уверен, что в будущем мы будем прибегать к его мнению, но человеческий фактор мультидисциплинарной комиссии никогда никуда не уйдет и будет являться основным методом назначения лечения для наших пациентов. Спасибо. Спасибо большое. Александр Валерьевич, пожалуйста, коллеги, какие есть вопросы к Александру Валерьевичу? Александр Валерьевич, вот сколько у Вас в рамках клинического исследования пациентов было включено? У нас проходили исследования БРЭС-6, БРЭС-9 и БРЭС-11. В рамках этих исследований мы пролечили 21 человек. Ну, опыт именно с тросозумат-деротиканом был и очень положительный. В том числе у пациентов уже с наличием метастазового головного мозга, пациентов в неодъювантном лечении. Очень порадовало то, что пациенты сравнились получение в неодъювантной БРЭС-11 неодъювантную терапию уже препаратом ТДХ. В сравнении с химиотерапией, с двойной таргетной блокадой и наблюдался полный патоморфологический регресс после операции. Ну, это вы нам уже как бы приоткрываете... Я всего лишь свой опыт немножко говорю, но ничего не приоткрываю. Да-да-да, а вы имеете право его сейчас нам рассказывать? Я всего лишь говорю об опыте. А, хорошо. Потому что это все равно все пока анализируется. Не, ну это действительно очень важные данные. Я очень рад за этот препарат, на самом деле. И я очень рад, в первую очередь, за наших пациентов, которые могут в будущем, надеюсь, все это приоткроется и будет возможность более чаще его назначать. Спасибо большое, Александр Валерьевич. Спасибо за уникальный опыт. Спасибо. Продолжение следует...